В Шымкенте намерены поднять тариф на вывоз мусора. Сейчас жильцы квартир платят 171 тенге с человека, а жильцы частных домов 200 тенге. В этом году город погряз в кучах отходов, которые неделями никто не вывозил, даже с центральных улиц. Причина оказалась проста. Компании, отвечающие за уборку улиц и вывоз ТБО, были заняты мусорными войнами за победу в тендерах. Сейчас мегаполис приходит в себя, а власти Шымкента вдруг осознали, что с таким тарифом чистоту в городе не наведешь. Марина Низовкина о борьбе с мусором. Следы мусорного коллапса в Шымкенте устраняют до сих пор. И если центральные улицы города избавили от мешков с отходами, то в спальных районах жители еще с нетерпением ждут приезда мусоровозов. Горы мусора в мегаполисе стали расти тогда, когда компании, которые много лет отвечали за очистку улиц и вывоз ТБО, вдруг погрязли в проверках в правоохранительных органах и судебных исках. Следить за чистотой им просто некогда и не на что. Мы не можем физически и материально справиться с тем объемом, который мы взяли. По обоснованным причинам мы приводим причины. То есть это вот эти давления в суде, это количество дел, да, оно просто зашкаливает. То есть одно экономическое дело, одно дело в касацию шло, два уголовных дела, пять административных дел. И все они еще на стадии рассмотрения. То есть ни одно решение, оно не вступило в законную силу. Каждое последующее решение противоречит следующему, то есть постановлению. За чистотой в городе лет 15 смотрели 4 компании. Одни мусор вывозили из парков, со дворов, другие его перерабатывали. Все изменилось, когда вдруг тендер выиграли новички. Компании достался 5-миллиардный курс на благоустройство. При этом вывоз отходов за жителями договором не предусмотрен. Вот тут-то и выяснилось, что опустошать мусорные баки, везти содержимое на полигон и там его утилизировать – дело неблагодарное и совершенно невыгодное при таком тарифе. Коммунальщики оказались в сложном финансовом положении. Участие в тендерах имело большую роль. Фактически этот вывоз ТБО для граждан осуществлялся за собственный счет. Компании, не обладая трудовыми материальными ресурсами, и при такой низкой тарификации физически не могут осуществлять свои обязательства. Акимат Шемкента ничего лучше не придумал, как спасти компанию за счет горожан. Тариф решено поднять. Для сравнения приводят Алматинский. Он почти в 5 раз выше Шемкентского. Со стоимостью тарифа чиновники обещают определиться к концу ноября. Пока же Акимат в качестве поддержки обеспечивает мусоровозы дизельным топливом. Сейчас же только-только стабилизируется работа. Потом компании сказали, что ссылались на нехватку денег, чтобы купить дизельное топливо. И в этом вопросе Акимат приняла соответствующие меры, договорилась в долг на осуществленный период оплаты именно дизельного топлива. Правда, чиновникам нужно решить еще один вопрос. Некоторые жители, желая сэкономить на мусоре, платят не за всех членов семьи. С такими теперь будут бороться. Марина Низовкина, Виталий Заянтийнов, Атамикен Бизнес, Шемкент.